Добрый день, дорогие братья и сестры! В этот день хотел бы обратиться к вам с небольшим посланием, с коротким посланием о том, где же нам брать силу. Сегодня столько всякой разной информации пытаются насадить в наше сердце, в наши уши. Мы слышим, и это угнетает нас, это не дает нам силу и радость. Но сегодня хотел бы сказать, где наша сила. Однажды народ Божий начал искать силу в Египте, искать силу у фараона. И они думали, что там их будет сила. Но Бог в пророчестве к Исайе, Он их упрекает в этом, и Он говорит, вы не там ищите. И вот я хотел бы прочитать 7 стих. 30 глава, 7 стих, Он говорит, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, потому что Я сказал им, сила их сидеть спокойно. Один из источников силы народа Божьего, это сидеть спокойно, успокоиться в своих сердцах, в своем разуме и довериться Господу. В этом и есть наша сила. В следующем 15 стихе Он обращается и говорит другие слова, и Он ободряет их, говорит, ибо так говорит Господь Бог святый Израилев. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели». Очень просто, но Бог утешает нас, и Он говорит, что ваша сила в покое. Во все времена, во все времена народ Божий, он пытался найти где-то там силу, там силу, но Бог говорит, сила во мне. И все, что нужно сделать нам в самое тяжелое время, это успокоиться, доверить свою жизнь Господу и наполняться Его силой. Также в псалме Давид, обращаясь, говорит, «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, даешь мне один жить в безопасности». Вот что говорит Давид. Он понимал также, что именно в Господе его безопасность, именно в Господе его сила, и когда он ложился спать или вставал, он понимал, что он в покое и в безопасности. Вот такие вот дела, дорогие братья и сестры. И все, что нам нужно делать в это время. Возможно, вы сейчас находитесь на карантине дома, и вы не знаете, чем заняться. Самое время успокоить свое сердце, провести хорошо время с семьей, читать Священное Писание и в покое наполняться силой Божьей. Мне также нравится еще одно место, которое записано в притчах 1 главы 33 стихе. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, и не страшась зла. Слушающий меня, говорит Господь, будь жить безопасно и спокойно». Вот Божье Слово к чему нас призывает и к чему нас ведет. Чтобы ты и я, чтобы мы все вместе доверились Господу и вошли в этот совершенный покой, Божий покой, и там черпали силы от Него. Пусть Бог вас благословит во имя Иисуса Христа, и пусть в вашем покое, в вашей тишине вы будете четко и ясно слышать Господа, и Его сила будет с Небес приходить в ваше сердце. Во имя Иисуса Христа. Аминь.